Друзья, всем привет! Сегодня с вами хочу поговорить о резьбе, а именно о многозаходной резьбе. Нарезал резьбу на двух бронзовых стержнях. С виду не скажешь так сразу, чем они отличаются. Есть, конечно, немного визуальные отличия. Вот здесь немножко идет резьба под наклоном, но шаг у них абсолютно одинаковый. Вот вы видите, витки совпадают. Но на самом деле есть более кардинальное различие. Одна из них обычная, однозаходная резьба, а вторая многозаходная, а именно трехзаходная. И сегодня мы нарежем обе резьбы. Посмотрим, как это делается, весь процесс, как рассчитывается. Ну а в конце посмотрим визуально, в чем самое главное отличие между ними. Итак, готовим стержень нужного нам диаметра. Делаем переднюю фаску для захода резьбы. Обязательно делаем канавку для выхода резца. Центрируемся, подпираем задней бабкой. Далее необходимо коснуться резцом заготовки и установить лимп поперечной подачи на ноль. Сначала нарежем обычную резьбу с шагом 2 миллиметра. Здесь все просто. Выбираем шаг, делаем все нужные настройки. А7 нужно. А у нас уже стоит. А7 есть. Ставим рычаг на пониженные обороты. На коробке также переключаемся на более низкие. Я ставлю на 40. Ставим в режим нарезания резьбы. При этом положении рычага ходовой винт синхронизируется с вращением патрона. Включаем. И остается только замкнуть маточную гайку. Глубину резьбы я рассчитываю по данной формуле. Где П это шаг резьбы, а А это величина вспучивания резьбы. В интернете можно легко найти таблицы, где указана величина числа А. Она напрямую зависит от шага нарезаемой резьбы. А также зависит от материала. То есть сталь, либо это алюминий, либо это бронза. С многозаходной резьбой в принципе все то же самое. Только нужно настроить другой шаг. А именно наш шаг 2 миллиметра мы должны умножить на 3. 3 захода. То есть получается 6. Настраиваем на шаг 6 миллиметров. К6. И далее нарезаем резьбу, но отдельно каждый виток. И с тем же заглублением, что и на обычной резьбе. Теперь самый главный нюанс. После полного нарезания первого витка, малую продольную подачу нужно сместить на 2 миллиметра. Так как мы 3 захода умножали на шаг 2 миллиметра. Раз. Два. Стараемся сделать как можно точнее. Все. И после нарезания второго витка, тоже полностью, делаем аналогичную процедуру. Продолжение следует... Когда мы полностью нарезали 3 витка многозаходной резьбы, нужно еще раз, так сказать, чистовой проход сделать для каждого витка. Опять же, каждый раз смещая на 2 миллиметра. Ну и теперь визуально посмотрим, в чем основное отличие между этими двумя резьбами. вот это обычная. Делаю полный оборот гайки. Вот. Вы видите смещение, насколько гайка сместилась. И теперь 3-заходная резьба. Вот. Вы видите, тоже один оборот. И насколько больше произошло смещение. Получается, здесь за один оборот на 2 миллиметра, а здесь на 6 миллиметров. Точно так же можно нарезать не 3-заходную, а допустим, 5-заходную резьбу. И ход будет еще больше. Вот основное отличие. Таким образом, многозаходные резьбы нужны именно в тех случаях, когда нужен быстрый монтаж, быстрое закручивание. Вот и я на таком принципе хочу сделать самодельную батарейку, а именно ее фиксацию к пылесосу. Даже, может быть, попробую 5-заходную. Почему нет? Чтобы фиксация происходила буквально за пол оборота, а не крутить, вертеть ее там. Я надеюсь, сегодня видео было для вас полезно и интересно. Если да, поддержите лайком. Всем пока, до скорых встреч!